Всем привет, с вами Дзива, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами посмотрим этот сикот Ванту, который называется, короче говоря, сумасшедший новый год. Не знаю, сумасшедший новый год, но по-моему люди перед новым годом явно... Того, потому что ты заходишь в магазин и... Просто... Ураган, там просто как будто пронесся ураган. Лично я еще вообще не готова к новому году, от слова совсем, прям совсем. У меня, видите, даже гирлянды нету. Какой кошмар. И подарок я еще никому не купила. Пойду как-нибудь дня через два, может быть, через три. Может быть, прям в канун нового года. Первого января. Так, безудержное веселье бегать по магазинам, искать открытые. Мне кажется, кто будет работать первого января. Зритит такой, я работаю первого января. Не плачь, только мы с тобой. Я тоже буду стримить первого января, вот. Ну, стримить с первого на первое, но у меня первое наступит пораньше, чем у тебя, скорее всего. Потому что ты, скорее всего, живешь где-то в Москве или в Московской области. Вот, и время у тебя как-то немножечко отстает от моего. Что, она назвала меня отсталым? Нет, просто я живу в будущем, вот. И я вижу, что ты не поставил лайк. И что, что, ох, ты его поставил. Умничка. Подписался какой-то зайчка. И на колокольчик нажал. Ну, посибочки. Ну, ладно. Поехали. Друзья, под прошлым роликом от моего лица вы с легкостью набрали 150 тысяч лайков всего за 4 часа. Вы очень крутые. Поэтому, как мы обещали, весь этот видос я буду есть мандарины. Приятного просмотра. Короче говоря, суп. И мандари... Я еще... Я только одну мандаринку съела. И то это было осенью. А что теперь мандаринку? Зачем? Зачем? Масшедший Новый год. Это был понедельник. 30 декабря. Я пил чаек. И расписывал масштабные планы на предстоящие дни. Во-первых, буду путешествовать по разным городам. Куплю утку по-пекински, пиццу по-дижонски и котлету по-киевски. Отличное путешествие получается. Во-вторых, новогодняя атмосфера. Включу гирлянды, включу мишуру. Ну, короче, тут как-нибудь разберусь. Собрался в магазин. Но времени-то еще полно. Решил немножечко его убить. Запустил War Thunder. Так прошло много времени. Настолько много, что я не мог понять, который час. Постучали в дверь. Это были из ЖКХ. Передали какую-то бумажку и объявили об огромной задолженности. Ее нужно оплатить до наступления Нового года. Иначе у меня вырубят свет, воду и самое страшное... Меня. Я отправился в комнату. Что? Хорошо, что у меня есть еще целый завтрашний день, чтобы найти деньги и погасить долг. Взглянул на телефон. Что? О, где, когда опять пропустил эфир передачи? Да и времени до Нового года, конечно, осталось критически мало. Пришел Рома. Предложил сыграть в War Thunder. Я сказал, что у меня нет времени. Он ответил, что я просто плохо играю. Ну, на слаботы меня взял. К тому же мы договорились, что у кого до Нового года будет больше побед, тот получит сладкий подарок. Не то, чтобы он мне очень сильно нужен, да он мне очень сильно нужен. Рома ушел. Мне тоже. Ушел. Надо решать проблемы по порядку. Пошел в магазин. Этот уже закрыт. В этом все раскупили. А этот вообще разобрали по кирпичикам. Вернулся. Набивая себе победы в боях, параллельно размышлял, где взять еды. Ходил по соседям, просил отдать, что не жалко. Пришел с корнем имбиря, початком кукурузы и мясными обрезками. Празднично украсил стол. Обмотался мишурой. Все начало чесаться. Вспомнил, что чешется к деньгам. К деньгам, которые я задолжал. Позвонил родителям, чтобы занять. Опять 25. 25 раз ты у нас занял уже. В общем, теперь слушай наши условия. Надо сходить и поздравить бабушку с Новым Годом. За. Ши. Бабушка, с Новым Годом тебя. Спасибо. Ты вообще кто? Не важно, бабушка. До свидания. Это была моя пожел... Но бабушек надо поздравлять. И дедушек тоже. Но его же надо платить. Плэмой больше. Он проверил мое количество побед. Сказал, что я отстаю. У него 72 победы, а у меня 68. Надо поднажать. До Нового Года 40 минут. Я вроде переделал все дела, поэтому выжму из этого времени максимум. Включил на фоне телевизор. Под звуки голубого огонька продолжил уничтожать врагов. Сладкий подарок приближался и приближался. Вскоре мы сравнялись по количеству побед. Теперь выбиваюсь вперед. Я услышал на фоне речь президента. Зажег бенгальский огонь. Загадал желание. Разгромил еще один танк. Мое желание сбылось очень быстро. Бой курантов. Загадал еще одно желание. Я вырвался вперед. Разве так можно? Можно два желания загадывать? Так, так, так. Почему мне не сказали? Я тут поняла, что мне задолжали как бы 20 желаний. Да. Можно все за разом закрыть, пожалуйста? Да. А то процентики-то накапают. Три, два, один. С Новым Годом! Блин, я же забыла платить коммуналку. А, я же говорила, деньги поступили, но надо сам еще что-то сделать. Кстати, комп работает. Поздравляю, Серега, заслужил. Слушай, а погнали ко мне? Вместе отметим Новый Год, веселее ведь будет. Да, конечно, пока. Короче говоря, сумасшедший Новый Год. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Не откладывайте важные дела на следующий год, на следующий день, на понедельник. Особенно лайк на это видео не откладывай, да, и подписочку, и нажать на колокольчик, тоже не стоит откладывать, вот. Пока-пока!